Поэтому информация может меняться по мере поступления дополнительной информации и по мере того, как наши бригады будут работать в течение всего утра. В течение следующих 8-12 часов вы можете ожидать, что наши воздушные и морские средства будут продолжать функционировать на воде и в воздухе над нами. Нам нужно провести оценку повреждений самого корабля, прежде чем мы сможем подняться на борт этого корабля. И нам нужно продолжить наши подводные поиски, которые включают в себя различные типы гидролокаторов. Ребятки, кто подошел, пожалуйста, возьмите линк и заширьте в своих соцсетях, потому что в российском сегменте никто пока про это не говорит. Может быть у кого-то родственники в США есть или знакомые, чтобы тоже люди как бы знали, какая ситуация там происходит. Ну и вообще интересная новость для нас. Надо узнать, что произошло. Может быть тоже терак какой-то. Пожалуйста, заширьте в соцсетях линк. У нас есть гидролокатор бокового обзора. Здесь у нас есть и другие возможности гидролокатора. У нас есть подводные беспилотники, с которыми мы работаем. И в течение всей ночи мы также работали с инфракрасными технологиями, как с воздуха, так и с поверхности воды. Так что в заключении я хочу сказать, что это по-прежнему поисково-спасательная операция. Это по-прежнему очень динамичная операция, в которой задействовано множество местных, государственных и федеральных ресурсов. В связи с этим я собираюсь передать это дело нашему мэру, мэру Брэндону Скотту. Спасибо вам. Спасибо вам, шеф полиции. Все присутствующие. Это немыслимая трагедия. Мы должны в первую очередь помолиться за всех тех, кто пострадал, за эти семьи, помолиться за наших первых спасателей и поблагодарить их. Все они работают сообща, город, штат, местные жители, чтобы убедиться, что мы справляемся с этой трагедией. Это продолжающееся активное исследование, которое мы проводим прямо сейчас. Мы собираемся продолжать, как вы слышали от шефа Уэллиса, до тех пор, пока это необходимо. Мы будем это делать. Но мы должны думать о семьях и людях, которые пострадали. А о людях, которых мы должны попытаться найти и обезопасить. Именно на этом сейчас должно быть сосредоточено наше внимание. Мы собираемся продолжать работать в партнерстве со всеми правительственными структурами, чтобы сделать все возможное для преодоления другой стороны этой трагедии. И после этого я передам это дело исполнительному органу округа ООШКИ. Благодарю вас, мэр Скотт. Я думаю, что сегодня утром мы все проснулись и увидели невыразимую трагедию. Как сказал мэр, мы знаем, что это за... Секунду, я нашла кадры, где этот мост падает как раз в воду. Давайте посмотрим. Я думаю, что это ночью произошло. Сейчас я переведу русский. Сейчас я переведу, секунду. Не дают переводить. Ну ладно, смотри. Так, сейчас я перезагружу, почему-то не переводить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятки, спрашивают, как заширить линк. Вот, берете вот этот вот «Поделиться». У вас на русском, наверное, у меня на английском. Кнопочка «Поделиться» или вот в этом, в чатике, в чатике, линк, ссылка на стрим. «Поделиться». Копируйте и в своем соцсетях делитесь. Это только что произошло. И я думаю, что будет интересно сейчас всем эту новость быстренько услышать. Пока по горячим следам. И неровоз. Вот момент, когда это произошло. Вы можете видеть, как корабль врезается в колонну моста Фрэнсиса Скотта на левой стороне экрана. Мост быстро рушится. В настоящее время на месте происшествия находится пожарная служба города Балтимор. Ее глава говорит, что по имеющимся данным в реку упало до 20 рабочих. Офицеры подтвердили, что инцидент рассматривается как массовое происшествие со смертельным исходом после того, как это произошло примерно в час 30 ночи по местному времени. В настоящее время ведется масштабная многоагентная спасательная операция и операция по восстановлению. Мэр Балтимора Брэндон Скотт говорит, что он осведомлен об инциденте и находится на связи с местными властями. Ну вот здесь и произошел инцидент. Как вы можете видеть в восточном штате Мэриленд, мост Фрэнсиса Скотта пересекает реку Потапска. Мост является ключевым транспортным маршрутом в городе. Движение перекрыто повсюду. Ну вот и свидетель кратко описывает... Сейчас еще раз этот момент поделит. ...что он осведомлен об инциденте и находится на связи с местными властями. Вот так вот он упал. Сейчас, секундочку, я быстренько здесь сделаю картинку, чтобы поставить на этот... ...на обложку стрима, чтобы люди видели, как бы о чем идет речь вообще. Так, вот эта картинка будет у нас... И я ее на стрим сейчас поставлю. Сохраняю. Так, извиняюсь, ребятки, секундочку заняла. Ну вот здесь и произошел инцидент. Как вы можете видеть в восточном штате Мэриленд, мост Фрэнсиса Скотта пересекает реку Потапска. Мост является ключевым транспортным маршрутом в городе. Движение перекрыто повсюду. Ну вот и свидетель, кратко описывающий происходящее. Я хотел узнать, что это был за хлопок. Корабль врезался в мост Скотта, затонул. А, хлопок, он, конечно, имеет в виду, что я хотел узнать, что за хлопок был. На маршрутом в городе. Движение перекрыто повсюду. Ну вот и свидетель, кратко описывающий происходящее. Я хотел узнать, что это был за хлопок. Корабль врезался в мост Скотта, затонул. Мост разрушен. Ну что же, сейчас мы видим несколько прямых трансляций с места происшествия, где спасатели все еще пытаются установить масштабы катастрофы здесь после того, как этот корабль врезался в одну из колонн моста и вызвал его обрушение, как вы только что видели. Примерно в час тридцать по местному времени контейнеровоз врезался в мост, и по меньшей мере семь человек, по меньшей мере семь человек и несколько транспортных средств упали в реку. И это по данным пожарной службы города Балтимор. Ребятки, кто подошел, я тоже, ну я понимаю, что я не думаю, это прям конкретно массовый теракт. Вы поймите, теракт, он не всегда с жертвами, да, то есть если вы думаете, что потому что было мало жертв, то это не теракт, а я вам хочу сказать, что почему вы думаете, что теракт был направлен на жертвы. Теракт может быть направлен на подрыс самого моста. Этот мост в Балтиморе, это ключевой мост, то есть там реально по-другому только на лодках туда-сюда плавать. И транспортные средства шли все время, вот эти контейнеровозы, они шли под этим мостом. Теперь там лежат, ну вот эти металлические конструкции, то есть соответственно транспорт контейнеровозов прекратится, люди не могут попасть с одного побережья на другое. Это то же самое, когда вот пояс под откос пускают, да, пустили пояс под откос, и там, например, там химические отравляющие вещества какие-то отравили землю, либо там парализовало движение. То есть это может быть теракт, если это было направлено не на количество жертв, а на парализацию движения и транспортных путей. То есть если, допустим, нужно, чтобы США разваливалась, да, продолжала разваливаться, а нет, постоянно поезда падают, потом там сейчас Боинги разваливаются в воздухе, теперь он, извините, опору моста ударили, да. А я думаю, сейчас они выяснят, что какая-нибудь лесбиянка черная была капитаном этого корабля, который ударился в опору. То есть я думаю, что как сейчас самолеты падают, Боинги разваливаются, потому что понабирали туда вот это DEI, это diversity, inclusion, equity, diversity, equity, inclusion. То есть должны быть DEI, должны быть лесбиянки. Кто знает, кто капитан этой лодки, которая среди ночи умудрилась опору в моста, не увидит, и со всего маха врезалась в опору моста. Вполне может быть там какой-нибудь, какая-нибудь черная лесбиянка управляла, которую вместо белых должны взять были капитаном. Я вот на это склоняюсь, я не думаю, что может быть именно теракт. Бабичев. Боже мой, иди к черту, Бабичев, вообще тут не про тебя. Рэй в настоящее время находится на месте происшествия. Ну что же, Саймон Джонс находится в нашей редакции и следит за этим. Так что же известно о количестве людей, которые могли пострадать в результате этого? Ну что же, абсолютно экстраординарные фотографии, но это вызвало огромный отклик со стороны экстренных служб. Изначально нам сообщили, что, по их мнению, в воде находилось 7 человек вместе с несколькими транспортными... Миша, да, добрый день, добрый день, Миша. Евгения, Бабичев никогда мимо не пройдет, да, можете... Стремление стать российской, ты забыла, что у тебя дети в США. Бабичев, я переживаю за США, я об этом и говорю. Это может быть теракт, а это может быть какая-нибудь лесбиянка, которая на корабли ударилась в опору. Чего ты думаешь, что мы злорадствуем? Мы не злорадствуем, мы наоборот сочувствуем, что страну разваливают, непонятно кого понабирали рулить лодкой, кораблем этим, да, который... Я не удивлюсь, я лично не удивлюсь, если кажется, что рулила там какая-нибудь черная лесбиянка. Я не удивлюсь, потому что они сейчас набирают по принципу гендерной принадлежности, по принципу черной кожи, по принципу какой-то обиженный в мире человек, а не по принципу, насколько ты специалист. А Бабичеву лишь бы прийти высказаться. Теперь они увеличили это число до 20 человек, которые, по-видимому, находились в воде. И это оказывается чрезвычайно сложной спасательной операцией. Ребятки, по поводу сочувствующим, смотрите, во-первых, говорят, что не более 7 человек упало в воду, вроде бы двух уже вытащили. Поэтому, по крайней мере, вертолеты, я думаю, быстро прилетели, либо какие-то были там катера полицейских, которые быстро к этому месту подплыли. Поэтому двух уже вытащили жертв, особых тут нет в этом месте. Поэтому называешь чернокожих лесбиян. Ну а если на самом деле у них сейчас критерии Бабичев, ты хотя бы немножечко изучи сейчас политику США и политику корпорации набирать людей. У них это diversity, equity, inclusion, набирать как можно больше нетрагиционных. Че ты, как будто для тебя это новости какие-то. Ты с Бабичевой проснулся сегодня что ли только? Ею руководит пожарная служба. Они описывают это как массовое происшествие с пострадавшими. Теперь перед ними стоит ряд задач. Не в последнюю очередь из-за того, что, как вы можете видеть, на этих кадрах в прямом эфире все еще темно. Вы можете видеть, как мигают синие огни экстренных служб, но они пытаются найти людей в реке под мостом, который обрушился в темноте. Плюс также с учетом проблем, возникших в результате обрушения этого огромного объекта инфраструктуры. Это автомобильный мост протяженностью около трех километров, который дает вам представление о его размерах. И это создает некоторые проблемы, потому что то, что они должны сделать, это убедиться, что те спасатели, которые входят в воду в поисках выживших, будут в безопасности сами. Вот почему на это реагируют все экстренные службы в этом районе. Это описывается как масштабное событие, и этот очевидец, с которым вы только что разговаривали, действительно дает вам представление о шоке, который испытывают люди. О своих чувствах по этому поводу. Он видел или по крайней мере слышал момент, когда этот контейнеровоз врезался в мост, и его реакция была просто недоверием. Но в данный момент службам экстренного реагирования властям приходится отбросить этот первоначальный шок, это недоверие, и сосредоточиться на этой спасательной операции, в ходе которой, как нам говорят, в данный момент в воде находится до 20 человек. И расскажи нам немного о контейнеровозе, потому что были ранние сообщения о том, что он действительно начал тонуть. Что же происходит с самим контейнеровозом? Ну, нам сообщили в данный момент от фирмы, которой принадлежит этот контейнеровоз, что он на самом деле... Так, секундочку, ребята. Тут зашло, значит, знаменитость местная зашла. Бабичев, ты почему меня на стриме «Страч воскресенье» устроила? Бабичев, я зашла на твой стрим после того, как ты опять меня упомянул на стриме. Ты опять начал про меня обсуждать. Ты начал разговаривать с человеком из Донбасса, и ты опять про меня начал разговаривать. Или, да, с ним. То есть, ты без меня не можешь. Мне тут же сообщают, кто смотрит, что Бабичев опять меня обсуждает. Я зашла. Там разговор шел про отрезанное ухо. Ты, имея... Сколько там у тебя было? 8 тысяч человек на стриме, ты не знал про отрезанное ухо. Все знают, вся страна знает, весь мир знает. По всем новостям про отрезанное ухо, ну, террористы имеются в виду, показали. Бабичев сидит на стриме, я не слышал про это, я не знаю про это. Значит, все до одного человека, кто был на стриме, знал про это ухо. Ты единственный, который не знал про это ухо. То есть, ты очередной раз Бабичев показал, что ты вообще живешь в другом измерении. Ты вообще не в курсе никаких новостей, ни про новости в США, ни про новости в России. Ты, наверное, только знаешь про новости в какой-то своей еврейской комьюнити. Я написала одну фразу у тебя в стриме. Бабичев тупица. Все, я написала Бабичев тупица, потому что ты не знал даже про это отрезанное ухо. И меня забанили. Вот и все. И ты после этого все равно еще умудрился с другими блогерами про меня начинать рассказывать и возмущаться. Вот. По поводу, тут пишут смешной комментарий, мне понравился. Бабичев, ты сменил пол? Нет, Бабичев не сменил пол. Он сменил национальность. Он уже не таджик, а еврей. Он теперь американец. Вот и все. Бабичев, ты имя мое упомянул. Разговорили про Юльку. Начали говорить, что такая Юлька. И пошло. И тот говорит, даже в чате написал твой модератор, что Юльку я не банил. Поэтому не надо врать. Я зашла, когда ты начал про меня говорить. Ты можешь не говорить мое имя, но все знали, о ком речь шла. Потому что твой собеседник сказал, а это блогер, которая с Кубани. Так что, Бабичев, не надо. Ты меня в каждом своем стриме вспоминаешь. Ты на мои стримы приходишь. Я один раз зашла, написала, что ты тупица, потому что ты не знал про трезанное ухо. Это позор. Ты заводишь прямой эфир, ты заводишь стрим, заходит куча людей. Я когда была, было 8 тысяч у тебя там, не ври. И ты даже не знал такую новость, которая уже прошла по всем каналам. Бабичев, никто не видит твои комментарии, они у тебя на модерации стоят. Можешь мне такие вещи не писать. Продолжает тут мне написывать. Ну, я их выставлю. Сделал мне рекламу. Спасибо, очки. Без тебя обойдемся. Он нам деле зарегистрирован в Сингапуре и направлялся, как нам говорят, в Шри-Ланку. Нам также сообщили, что в данный момент члены экипажа этого корабля были подсчитаны, и что все они в порядке, и среди них не было никаких травм. Но фирма, которой принадлежит этот корабль, говорит, что будет начато расследование. Но я думаю, что в данный момент возникнет множество вопросов о том, как это могло произойти. Это очень большой контейнеровоз, около 300 метров в длину, как ему удалось врезаться в часть инфраструктуры, а также вопросы о том, как ему удалось обрушить весь мост. Мост, подобный этому, был бы построен таким образом, чтобы выдерживать определенные столкновения. Такая возможность всегда существовала. Это крупный дорожный инфраструктурный мост. Нам сообщили, что он перевозит около 1011 миллионов пассажиров, транспортные средства пересекают этот мост каждый год. Так что здесь возникает множество реальных вопросов об инфраструктуре. Но я думаю, что что касается самого корабля, то его владельцы говорят, что да, будет проведено расследование, и они будут полностью сотрудничать с этим. Но в данный момент приоритетом должны быть те люди, которые потенциально находятся в воде, до 20 человек, как нам сказали. Действительно. Так что в данный момент основное внимание уделяется спасательной операции. Между тем, этот мост является частью межштатной автомагистрали 695, не так ли? Так что это довольно крупная часть инфраструктуры. Расскажите нам об объездах и о том, какое влияние они оказывают на этот район. Что же это создаст огромные проблемы в этом районе? Потому что, как я уже сказал, около 11,5 миллионов транспортных средств используют этот мост каждый год. Это дает вам представление о том, насколько загружена и важна эта часть дорожной сети. В данный момент людям в этом районе говорят держаться подальше, потому что очевидно моста больше нет, этой важной части инфраструктуры. Так что дороги, ведущие к этому мосту, закрыты, и это также отчасти для того, чтобы обеспечить легкий доступ для экстренных служб, которые все еще направляются к месту происшествия. И это будет продолжающаяся и крупная операция. Но это создаст большие проблемы в этом районе. А также власти действительно призывают людей держаться подальше, потому что есть такое чувство недоверия, когда видишь эти фотографии обрушившегося моста. Чувство недоверия, что это могло произойти. И я думаю, что всегда в подобных случаях у людей возникает соблазн пойти посмотреть, потому что они хотят сами увидеть, что произошло. Да, ребята, мост рухнул полностью. То есть, главные вот эти перекрытия центральные, они все сложились. Там буквально от берега немножечко. Мы сейчас посмотрим. Давайте пока вот этот отложим, да, вот это видео. Я вам покажу, как оно в живом сейчас исполнении выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит это все в живом исполнении. Так, секундочку. Вот этот лайвстрим. Смотрите. Как оно будет. То есть, кое-где остались, но ездить по нему нельзя уже. Все, это ездить невозможно. Я думаю, что утонувших спасут, потому что там были катера полицейские. Они там все время курсируют. И я думаю, что быстро подплыли. И там мало было. Всего транспортных средств, около 7 транспортных средств упало в воду. То есть, я думаю, их, ну, те, кто не выбрался, их не спасут. А те, кто успел каким-то путем выбраться или выплыл, я не знаю, как они могли бы дверь открыть, да. Но два человека уже забрали в больницу. То есть, двое выплыло каким-то образом. Потому что, если машина, допустим, если машина тонет не быстро, а медленно, вы успеете окно открыть и, например, из окна выпасть, да. Окно вы не разобьете. Это 100%. То есть, вот представьте, вы в ситуации, что вы находитесь в машине, которая падает в воду. Вода холодная, там вода ледяная. Потому что это Балтимор, это, ну, довольно-таки в холодной части США находится. Это не Калифорния, а вам не Флорида. И, допустим, если машина упала, например, задом, да, то есть, задняя часть машины падает, ну, вертикально, например, вот так падает, да. И вы сидите впереди, то у вас есть время либо открыть переднюю дверь и выпрыгнуть, либо окно опустить и через окно. Но, опять-таки, если вы не формы Бабичева, то Бабичев, например, из окна бы не вылез, потому что он жирный. Вот. Я бы тоже, наверное, наполовину только вылезла, ребята. Я тоже не худенькая, скажем так, особо. Но люди какой-нибудь стройной консистенции, они бы вылезли, допустим, из окна, если бы не успели открыть дверь. Если машина уже упала в воду, то вы дверь не откроете, потому что все-таки это самое, ну, вода уже будет, ну, как, давление воды с двух сторон, вы будете дверь пытаться открыть, да, вам вода не даст, вам вода не даст. Вот. Бабичев, ты себе рекламу... Да, смешно, ребята, комментарий, спасибо. Бабичева, ты готов за Америку камин-аут сделать? Туповый комментарий. Опять он мне экспорт предлагает. Ой, боже, не угомониться никак. Ну, сейчас, смотрите, это вот сейчас снимают с дрона, да, поэтому сейчас посмотрим, какие разрешения. То есть, видите, буквально немножечко вот тут вот какие-то секции остались, вот только сам въезд на мост, а весь мост сложился. Бабичев, мы тебе тоже можем мальчика оплатить. Или мужа тебе надо найти. Ребята предлагают тебе найти мужа, потому что ты, видимо... А, и психиатра оплатить тоже, я согласна. Почему нет освещения опор, я не знаю. Потому что видно, что... И вот мы сейчас посмотрим кадры, когда саму момент столкновения, там темно на самом деле. Еще вопрос, кто был, так говорится, капитаном этого сутка тоже. То есть, разрушение, да, весь мост практически будет в нерабочем состоянии. Как я говорила, что мост это одно, а второе это то, что сам канал вот этот теперь перекрыт вот этим, ну, мостом разрушившимся, да. Потому что раньше тут провозили вот эти контейнеры. То есть, этот проезд, пролив, он был судоходным. И по нему ходили контейнеры постоянно. И теперь, как бы, эти структуры, так надо разбирать. Это вообще-то большое, как бы, экономическое, затратное, ну, мероприятие, чтобы теперь это все сделать снова судопроходным. И вообще, сам мост восстановить. Это очень много будет денег для того, чтобы это сделать. А иначе, как будет Балтимор там жить, непонятно. Этот канал, этот мост, это было одно из основных мост-сооружений, которые два берега канала, как бы, соединяло. Так. Ну, вот эта станция заканчивает. На показ. Мы переходим на другую сейчас станцию. Да, Бабичев, вы понимаете, что смешно. Он почему-то вообще не переживает за Таджикистан. У него Америка, 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 про которую он ничего не знает, Бабичев. Он никогда не в курсе никаких событий. То, что Америка разваливается, он это... И я критикую власти, которые разваливают Америку. Бабичев сообщает об этом, что... Я, значит, как он говорит... Я плохая американка, которая не любит и критикует Америку. Я, опять повторяю, Бабичев, я критикую власти США, которые эту Америку разваливают. Это надо быть полностью тупым, чтобы вообще даже не осознавать, что есть граждане США, есть страна, есть власти, которые эту страну просто-напросто гробят. Своей политикой, своими действиями и так далее. Вот. И ты, Бабичев, почему-то вообще, я заметила, не переживаешь совершенно за Таджикистан. Я ни разу не слышала, чтобы ты переживал за Таджикистан. Ты критикуешь, что я пророссийская, но я никогда не видела, чтобы ты был протаджикский. Почему бы тебе за Таджикистан не попереживать? Так, посмотрим сейчас еще раз вот эту вот новость, которую нам канал вот этот показывал. Дальше интервью. Они рассказывают про сам мост. Видеть действительно то, что сейчас представляет собой пустое пространство, где больше нет моста, потому что это очень трудно осмыслить, увидев эти фотографии. Люди, живущие в этом районе, будут чрезвычайно потрясены. Но экстренные службы ясно дают понять, что это не поможет исправить ситуацию. Мы знаем, что мэр сказал, что он направляется на место происшествия, чтобы получить информацию из первых рук о том, что произошло, и неизбежно, чтобы проверить, нужны ли экстренным службам какие-либо дополнительные ресурсы. А окружной начальник Балтимора, чтобы еще раз дать вам представление о масштабах этого и о проблемах, которые это вызвало, просит людей молиться за тех, кто пострадал в результате обрушения моста. Так что это еще раз свидетельствует о том, что мы имеем дело с крупным инцидентом. И мы слышим, что вода в тамошней гавани может опуститься до 9 градусов по Цельсию или 48 градусов по Фаренгейту в гавани Балтимора. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. И поэтому людям довольно легко, довольно быстро получить переохлаждение, если они все еще находятся в воде. Я думаю, что это будет серьезной проблемой. Потому что часто, если кто-то попадает в воду с температурой около этой, то часто у него может быть всего несколько минут, чтобы выжить. И особенно, если кто-то впадает в панику. Нам говорят в рамках различных кампаний по безопасности, что если вы действительно упадете в воду неожиданно, вы должны попытаться сохранять спокойствие. Но очевидно будет тот первоначальный шок от холодной воды. Затем у большинства людей возникнет чувство паники, и именно поэтому это в значительной степени гонка со временем, гонка против часов. Потому что при такой температуре, в темноте, на холоде, то неизбежно, чем больше проходит времени, тем меньше надежды на то, что люди выживут. И это действительно так. Мы надеемся, что пожарная служба скоро предоставит нам обновленную информацию, потому что некоторое время назад они сообщили. Бабичев, я русская, я гражданка России и гражданка США, но я русская. А ты кто? Еврея хрен, таджика кто? Хрен поймешь, больно, блин, какое-то. Опять пишут какие-то... Ребята в чате, смотрите, я могла бы эти его комментарии забанить, да? Я ее продолжаю оставлять, пускай люди видят, что это чудо выписывает. Найди себе мужа, Бабичев. Давай, coming out, для Америки тебе пора пол сменить, иначе ты ненормальный гражданин США. Тебе нужно быть нормальным про-байденовским гражданином. Давай, давай, меняй пол. Ты уже не таджик у нас, ты уже омэр и ганец. Поменяй пол на трансгендерного какого-нибудь... 35-й пол, непонятно кого. Новый пол себе изобрети. Чудо. ...поменяли нам, что около 20 человек, как полагают, находятся в воде. Так что на данный момент нам неясно, были ли какие-либо спасения, успешные спасения. Но если люди попали в воду на машинах, это усложнит ситуацию. Но на данный момент мы знаем, что экипаж контейнера, который врезался в этот мост, в результате чего он обрушился примерно в час 30 ночи по местному времени, был благополучно найден. И владельцы контейнеровоза говорят, что их следственная группа и команда по восстановлению также направляются к месту происшествия. Ага, ребята, значит, оказывается, двух человек, которых спасли, это были члены экипажа, это не люди, которые в машинах были. Про людей в машинах мы еще не знаем. Удалось ли спасти хоть кого-нибудь. Значит, те, кого спасли, значит, мы как мы узнаем, что кого спасли, это люди из контейнеровоза. Два человека сейчас находятся в больнице с переохлаждением. Но двух человек вытащили. А значит, семь машин, которые упали в воду с моста, они, соответственно, еще, видимо... Ну, я думаю, если их не вытащили сейчас, то уже все. И это только если уже доставать тела. Потому что вода, 9 градусов по Цельсию, температура воды, это очень холодная вода. И я думаю, что они не спаслись бы просто так. То есть это что-то должно быть там на самом деле очень серьезное происходить. Чтобы их могли вытащить. Вряд ли их вытащили. Так, вот сейчас пресс-конференция проходит. Сейчас мы посмотрим новости по поводу... Сейчас мы перейдем, ребята, на другой канал. Там рассказывают... Пресс-конференция дается по поводу этой ситуации. Так, секундочку. Сейчас мы заскочим. В мою их истории. Т-т-т. History. Вот. И тут идет пресс-конференция сейчас. Смотрим. Так, это не она. Подождите. Наверное, не обновилась еще. Baltimore Bridge Clubs. Вот так называется. Вот. Вот здесь. Так, это не этот линк. Давайте пока смотрите. Смотрите это. Я сейчас на этот линк, который идет пресс-конференция. Я его сейчас запущу. Секунду. Уже в истории показывает. Почему они не дают мне? Так. History, history. Должны показать в моей history. Я нашла там видео одно. Идет пресс-конференция. Вот. Слава Богу. Наконец-то. Медленный компьютер. И мы его сейчас озвучим, ребятки, на русский язык. Сейчас мы перейдем на переводчика. И переведем. Здесь мы закроем. А этот мы сделаем перевод. Так. Благодарю вас за то, что вы сегодня здесь. Мы вот-вот представим вам обновленную информацию на нашей первой совместной пресс-конференции объединенного командования на ключевом мосту I-695 в Балтиморе, штат Мэриланд. Я собираюсь представить вам нашего министра транспорта Мэрилэнда Пола Ведефельда. Это пишется так. Спасибо. Доброе утро. Примерно в 1 час 30 минут утра грузовое судно, покидающее порт Балтимора, врезалось в мост Фрэнсиса Скоттеки. Это привело к катастрофическому обрушению моста. Первые спасатели из транспортного управления Мэрилэнда, управления платных дорог и наших федеральных, государственных и местных партнеров немедленно прибыли на место происшествия. В настоящее время это активная поисково-спасательная операция. Мы знаем, что на мосту в момент обрушения находились люди, работавшие на нем по контракту с нами. Наши отделы береговой охраны США предоставят еще немного информации добровольно. Что касается дорожного движения, водителям следует избегать юго-восточного коридора I-695 и использовать I-95 и I-895 в качестве альтернатив. 1-695 объезжается в южном направлении на съезде 43, экспресс-автостраде полуострова и в северном направлении на съезде с трассы 10. Движение судов в порт и из порта Балтимора приостановлено до дальнейшего уведомления, но порт по-прежнему открыт для транзакций. Очевидно, мы очень благодарны первым спасателям, которые проводят свои усилия и спасают людей и делают все это всю ночь и весь сегодняшний день. И мы, конечно же, молимся о безопасном возвращении всех. Мы будем продолжать предоставлять вам обновление. Следующее обновление через 30 минут. С этим я передам слово подполковнику береговой охраны США. Доброе утро! Меня зовут лейтенант-командор Эрин Палмер из сектора береговой охраны столичного региона Мэриланд. В настоящее время я являюсь исполняющим обязанности начальника службы реагирования в этом секторе. В настоящее время основная миссия береговой охраны – поиск и спасение, поиск выживших в воде. На месте происшествия у нас в настоящее время есть три небольших лодки. У нас также есть патрульный катер береговой охраны МАКУ длиной 87 футов. У нас есть вертолет с авиастанции Атлантик-Сити. И мы работаем с многочисленными федеральными, государственными и местными партнерами на месте происшествия над этими поисково-спасательными операциями. Так, ребята, обратите внимание, вот эта вот девочка, да, молоденькая, она, значит, у нас глава береговой охраны в Балтиморе. Это я еще не удивлюсь, точнее, я удивилась, что это еще не черная вышла. Если бы она была еще вот негритовской, лет 18-20, женщина, вот это сейчас то, кто должен быть капитанами кораблей в США. А, ну, наверное, она еще лесбиянка, потому что если бы она не была лесбиянкой, ее бы не выбрали и не поставили начальником береговой охраны. Вот, я о чем говорю, я о чем говорю, что они своей политикой, вот этой вот расовой, гендерной какой-то принадлежности, они просто рушат Америку. Значит, начальники спасательных служб, у них вот такие девочки, которая вчера вышла с колледжа, но она, во-первых, она женщина, главное, чтобы это был не белый мужчина. Не дай бог, белый мужчина будет начальником какой-нибудь спасательной службы или полиции, или капитаном корабля, не дай бог. То есть, вот это дитё, вот это дитё, она занимается спасением. Вы бы доверили ей или бы доверили какому-то опытному человеку заниматься, быть начальником спасательной службы? Но нет, и я уверена, что она еще и лесбиянка. Так, вот тогда это вот тебе должность, пожалуйста, будь на должности спасательной службы, это твоё. Вот, вот так вот, вот так вот. Спасибо. Собираетесь ли вы отвечать на какие-либо вопросы в данный момент? Женщины, я считаю, что не должны заниматься этим. Во-вторых, по ней видно, что она молодая. Сколько у неё опыта таких вот операций. Вы поставите опытного человека или вы поставите вот эту девушку? У женщин, мы знаем, это уже статистика, что у женщин уровень стресса выше, чем у мужчин. В стрессовой ситуации женщина не может реагировать, как реагирует мужчина. Поэтому женщины, по идее, не должны работать на вот таких вот всяких разных спасательных службах. Тем более быть начальником. То есть она, вот это дитё, да, значит, под ней там сотни мужиков, которые работают спасателями. Она ими руководит. И как вот, какое уважение у мужчин будет к ней? То есть её поставили начальником, потому что она женщина и, может быть, лесбиянка? Поэтому? Или потому что у неё опыт в каких-то там, в каких-то критических ситуациях? Может быть, она там где-нибудь воевала в Ираке, в Афганистане? Она пришла там с опытом спасательных операций? Нет, нет. Поставили, потому что она женщина, потому что она, может быть, лесбиянка какая-нибудь. Вот и всё. Какую роль играет ФБР в расследовании на данный момент? ФБР в основном должно выяснить... Ребята, если ФБР вовлечено, значит, они подозревают теракт. Всё, перед. ...какая-либо связь с терроризмом, а её нет. Нет подтверждённых смертельных случаев. Спасён живым из воды. Это всё ещё находится в рамках спасательной миссии. Есть ли у вас какое-либо представление о том, что случилось с фактическим грузовым кораблём? Были ли какие-то порты, где у него произошло серьёзное отключение электроэнергии незадолго до того, как он разбился? Слишком рано в расследовании. Был ли пилот, управлявший кораблём, заходившим в порт и выходившим из него? Был ли это пилот или капитан корабля? Пилоты перемещают корабли В. Пилоты перемещают корабли В. Что происходит со всеми остальными кораблями, которые в данный момент ждут подстраховки? Как вы справляетесь с этим? В основном мы общаемся с ними. Они очевидно понимают ситуацию и мы разберёмся с логистикой этого. Позже. Команда, эвакуированная с корабля, смогла связаться с... ...кораблём? Всё это делается прямо сейчас. Я не знаю точных деталей того, где они все находятся, но... ...очевидно мы... ...рассматриваются как подозрительные. При любом подобном инциденте ФБР будет задействовано только для того, чтобы убедиться в этом. И именно это они и сделали. В воде. Ты можешь. Есть какие-нибудь идеи, как это могло произойти? Этот мост... ...рухнул. Слишком рано. Расследование. Ты же знаешь, какая там глубина воды в этом районе? Где это произошло? Какие там условия? Примерно 50 футов. 50 футов. Сколько людей спасено из воды? Сколько ещё находится в розыске? Что? До сих пор это то, что мы делаем. Мы в основном ищем всех, кто потенциально мог находиться на мосту. Как вы можете себе представить, посреди ночи вы знаете, какой там был трафик? Сколько там было рабочих? Они, очевидно, приходят на проект, но иногда появляются и другие рабочие, так что это то, что мы сейчас расследуем. Это... Впечатляет? Нет. Такое вообще когда-нибудь случалось? Не в Балтиморе. Сэр, не могли бы вы рассказать больше о рабочих на мосту, о том, что там происходило и сколько транспортных средств, по вашему мнению, могло на самом деле оказаться в воде? Они в основном занимались ремонтом бетонной палубы. У нас нет данных о количестве транспортных средств. Хорошо. Вы слушаете прямую трансляцию второй пресс-конференции, проходящей в Балтиморе по поводу инцидента, произошедшего с мостом Фрэнсиса Скотта Ки. Когда контейнеровоз врезался в мост, в результате чего он полностью рухнул в воду внизу. Обновление, которое мы только что получили для местных жителей. Если вы знаете кого-нибудь в этом районе, они говорят людям избегать шоссе Аэ-695. Оно объезжается из-за этой ситуации. Мы узнали, что на это реагирует несколько агентств, как на местном, так и на федеральном уровне. Этот конкретный джентльмен из береговой охраны США. И у нас будет еще одно обновление от них через 30 минут. Это самая важная вещь, которую мы только что узнали, исключающая акт терроризма. Это очень сложное видео для просмотра, но 27 мы хотим вернуться к нашей Дженнифер Рейни, которая отслеживает несколько предупреждений о дорожном движении прямо сейчас. Дженнифер, да, у нас есть несколько аварий и задержек, которые определенно указаны на... Да, ребята, я согласна, что вот по поводу того, что складывается ощущение, что контейнеровоз специально повернул к опоре. Я вам говорю, вот это падение сейчас поезду, поезда, поездов, несколько очень крупных заводов сгорело прямо в Техасе. То есть там мясоперерабатывающие комбинаты, нефтяной комбинат сгорел. Ну, этот factory, это processing plant, нефтяная рефайнери, очистительных нефтяных сооружений. Вот был завод, он сгорел в Юстоне не так давно. Сколько, вы знаете, поездов падает, причем с химикатами. То есть такое впечатление, что, а, эта инфраструктура уже настолько у них в ужасном состоянии, что все валится, б, что есть кто-то, кто заинтересован, чтобы инфраструктура США как можно быстрее развалилась, чтобы развалить саму США. Вот так вот. Кто был первым, кто позвонил в службу 911? Я не знаю, у меня нет этой информации. У вас есть какая-нибудь информация? Имеет ли это значение? Еще слишком рано. Просто для уточнения, пожалуйста, последний вопрос. Он закрыт для всех, кроме грузовиков, движущегося транспорта. Мы вернемся в ближайшее время 30. Извините. Строительство моста заняло около пяти лет, и я не имею ни малейшего представления о том, чего мы можем ожидать. Переслать? Очевидно, мы обратились к ряду инженерных компаний. Так что, очевидно, нам предстоит долгий путь, чтобы достичь этой точки. Хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Так, вот я сейчас нашла видео очень хорошее, ребятки. Сейчас я покажу вам очень хорошее видео. Секундочку. Которое показывает с камеры на видеонаблюдение, прямо как эта лодка ударилась в опору. Просто кто-то нашел видео. Видимо, сняли с видеокамеры. Обалденное видео. Значит, сидите, никуда не двигайтесь. Дайте мне сейчас это найти. Это видео. И мы посмотрим. Так, секундочку. Сейчас я вам покажу его. Ну, короче, уже сейчас все новости только про это. Сейчас мою историю я вам покажу. Кто-то выставил вот свежее видео. Так, это не это. Это не это. Пока смотрите вот эту новость, а я сейчас вы это выставлю. CBS News Special Report. I'm turning to Coppola in New York. Back on your screen. Coming on the air again with more on that catastrophic bridge collapse in Baltimore. Because officials are... ...конференцию. По мере того, как там в Балтиморе восходит солнце, мы получаем более четкое представление о том, что осталось от моста Франсиса Скотта Ки. Вот это грузовое судно, доля врезается в столб, и мост рушится примерно в час 30 ночи по местному времени. Нам сообщили, что основная секция моста сейчас находится в воде, и пожарная служба говорит, что где-то от 7 до 20 человек сейчас могут находиться в воде. Ведутся спасательные работы. Мы надеемся узнать больше на этой пресс-конференции. Она уже началась. Давайте послушаем. Мы начали получать сообщения о том, что корабль, возможно, врезался в мост Ки. Так, ребятки, мы сюда вернемся. Появилась эта информация, о которой я вам говорила. Вот эта с камеры, с видеокамеры. Вот она. Сейчас, секундочку, посмотрим с вами. Это с видеокамеры показывают. Вот как она. Момент удара в опору. Смотрите. Смотрите. Он задом, что ли, сдал? Он задом сдал? Вы поняли, да? Ребята? Ребята, вы поняли, да? Напишите в комментариях, напишите, что вы думаете. Я думаю, что он задом сдал. Тут по-другому никак не... Это точно. Это точно. Либо совершенно какой-то пьяный кто-то сделал это. Либо это специально сделано, да? Давайте еще раз посмотрим. Ну, я вот вижу, как я вижу. Он прошел уже под мостом, да? И он задом как будто бы сдал и ударил в эту опору. А ну-ка еще раз давайте вот тут посмотрим. Вот момент прохода. Он идет спокойно, спокойно. Он прошел уже через... Под мостом прошел. Смотрите, он прошел под мостом полностью. Или это спереди, да? Это он спереди, да? Смотрите, вот какая перспектива. То есть, мне кажется, что он прошел уже совсем под мостом. Если мы смотрим со стороны зада, то есть нос впереди, а зад вот с нашей стороны. Получается, что он прошел полностью, да? То есть, вышел на той стороне под мостом. Да я смотрю видео. И что он... И потом, что он задом сдает, или что? Ну, я других не вижу. Вы видите другое как бы объяснение? Если лодка идет с этой стороны, идет туда, она прошла уже под мостом. Потом она как будто бы либо поворачивает, либо сдает задом, чтобы ударить по опоре. Вот еще раз, смотрите. Она же идет отсюда. Так, давайте еще раз посмотрим. Вот. То есть, получается, что движение было с противоположностью. Оно как бы шло, ну, то есть, вот так по изгибу, наверное, получается, шло. То есть, я сначала думала, что оно прошло под мостом, на ту сторону. А оно, получается, оно, видимо, шло, это судно, с того берега, вот так вот по гиперболе шло, по кривой. И потом, каким-то образом оно разворачивается, бьет в опору. Опоры не освещены. Там вопрос задавали по поводу опор, да. То есть, опоры не освещены. Это заметно, что опоры не освещались. Давайте вот еще вот этот момент. Вот оно, видите, разворот делает, да. То есть, вот в маленьком экране, смотрите, хорошо видно. То есть, вот так он прямо шел параллельно, видимо, мосту. И потом он начинает поворачивать под мост. И в этот момент оно ударяет опору. Перед ком ударил, я тоже того же мнения. Ну, сначала мне показалось, если бы он ехал под мостом и потом повернул, а он, видимо, шел параллельно мосту и потом начал поворачивать под мост. Песец. Вот еще, такие-ки, другой ракурс, видимо, они дают. Да, это съемка уже с видеокамеры, с видеокамеры. Так, вот сейчас тут тоже показывают живую, живую съемку, видимо, с дрона. То есть, вы помните, когда в Крымском мосту ударили по мосту, да? То есть, там вот, где ударили, только та опора, не опора, а секция только та повредилась. А то, смотрите, он ударил в опору, да, в одну, вот в эту. А весь, все секции сложились, то есть, эта опора же была не тронута, и эта опора была не тронута. Но сложились все секции всего моста. То есть, вот вам говорит, 5 лет строили мост, представляете? 5 лет строили мост, опора была не освещена, да, вот этот контейнеровост. То есть, он, видимо, вот так вот, ну, я думаю, что он вот так параллельно шел. Вот так параллельно шел мосту, шел, 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 и тут он повернул, вот так. И, да, не вписался поворот. Но опять я вам говорю, либо какая-нибудь мужик голубой, либо тетка трансгендер там ведет этот, ну, капитан. Странно, странно, что вообще не говорят ничего про капитана. Вы заметили? Смотрите, мы уже смотрели с вами репортаж дневной. Мы уже смотрели с вами репортаж ночной, когда ночью говорили, да. Уже не сказали, что ФБР пригласили, еще и то, все. Но еще никто, ни один человек не упомянул про капитана. Неужели бы за это время, вот с часу сорока ночи, сейчас у них там семь утра или шесть утра. Неужели за это время никто бы не узнал, кто капитан. Обычно такая ситуация происходит, когда никто не говорит, кто капитан. Это когда капитан какой-нибудь не той цвета кожи. Потому что, если бы он был белый какой-нибудь мужчина, его бы уже выставили мгновенно. А раз они до сих пор не говорят, кто это, значит, там что-то... Да, гляньте, как он прямо это самое, хорошо так эту опору подделал, да. Военных действий, ребята, не надо. Они сами себя разрухают. Ну да. А поезда, которые посходили с рельсов, у нас один за одним, это просто как не неделя, так поезд с рельсов сходит. Это как? Ну, я говорю, это вот сама как бы конструкция, да, вот эта же опора, он же в нее не ударялся. Почему вот эта секция вся в воде? Смотрите, вот эта опора, ее же не грохали, но вся секция рухнула. И вот эта вот секция тоже. То есть, само качество строительства, извините, что-то к нему вопросы-то должны возникнуть. Вот эту опору, ее же никто не трогал. Чего? Вот эта секция почему вся повалилась? Да. Но ФБР уже подключилась. Если ФБР подключилась... Я тоже думаю, что намерена. Я думаю, что намерена, потому что вот это сейчас парализует полностью всю контейнерскую перевозку. Перевозку, перевозку всех грузов в этом месте. Соответственно, предприятия будут нести убытки, которые должны, ну, полагаются на перевозку через вот этот вот пролив. А потом мост сам по себе, который соединяет два берега, тоже вот эти все грузоперевозки между этими сторонами пролива тоже как бы прекратятся на этом месте. То есть это был очень важный мост. Это не какой-то там, это очень важный мост был. Ну, страховые компании будут разоряться тоже, потому что представьте теперь страховой компании, вот это все оплакить. Это писец вообще, конечно. Так, давайте вернемся, где рассказывали... Ну, это мы уже показывали с вами удар, момент удара мы смотрели. И тут вот мы смотрели до этого репортаж, где официалы рассказывают, что видно. Так, этот репортаж мы посмотрели. Обновления сейчас нет. Это живой дрон у нас здесь идет. И вот это, где мы смотрели, здесь, по-моему... Так. Я тут хотела другие кое-какие вещи показать, но... Вот. Давайте вот этот репортаж мы не досмотрели. Это сразу, как только... Сейчас мы переведем. Сразу, как только произошел инцидент, была пресс-конференция о том, что слышно, что видно. Я хочу узнать, кто был капитан. Вот расскажите мне, кто был капитан. Я... у меня большие вопросы. Секция моста сейчас находится в воде. Так, сейчас сначала начинаем. Служба новостей CBS. Я Тони из Нью-Йорка. Я по какому... Снова возвращаемся к вам на экран с дополнительной информацией об этом катастрофическом обрушении моста в Балтиморе. Потому что чиновники вот-вот проведут пресс-конференцию. По мере того, как там, в Балтиморе, восходит солнце. Мы получаем более четкое представление о том, что осталось от моста Франсиса Скотта Ки. Вот это грузовое судно, доля врезается в столб, и мост рушится примерно в час 30 ночи по местному времени. Нам сообщили, что основная секция моста сейчас находится в воде, и пожарная служба говорит, что где-то от 7 до 20 человек сейчас могут находиться в воде. Ведутся спасательные работы. Мы надеемся узнать больше на этой пресс-конференции. Она уже началась. Давайте послушаем. Мы начали получать сообщения о том, что корабль, возможно, врезался в мост Ки. Мы получили дополнительную информацию по многочисленным звонкам о том, что части моста Ки действительно обрушились. Примерно в 150 часов, наше первое подразделение прибыло на место происшествия и сообщило о полном обрушении моста Ки. Нам также была предоставлена информация в то время, что на мосту, вероятно, находилось несколько человек во время обрушения, и что в результате несколько человек оказались в воде. Мы смогли вытащить двух человек из воды. Один человек отказался от помощи и отказался от транспортировки. По сути, этот человек не пострадал. Однако был еще один человек, которого доставили в местный травматологический центр, и он находится в очень тяжелом состоянии. На данный момент у нас есть несколько воздушных средств из полиции штата Мэриланд, а также полицейского управления Балтимора, а также несколько морских средств со всего региона, включая город Балтимор, округ Энерандел, округ Балтимор, а также несколько местных и государственных полицейских управлений, национальные ресурсы полиции. Специальное подразделение полиции Балтимора находится здесь. Полиция штата Мэриланд находится здесь. У нас есть несколько ресурсов. На данный момент мы все еще находимся в активной фазе поиска и спасения, и мы будем продолжать это в течение некоторого времени. У нас есть большая территория, которую мы должны обыскать. Это включает в себя поверхность воды, подводную часть, а также палубу самого корабля. Мы считаем, что на данный момент мы можем искать Мы можем искать до семи человек Это самая последняя информация, которая у нас есть. Однако, что я хочу сказать, это то, что информация, которую я вам сейчас даю, актуальна на данный момент. Это то, что мы знаем прямо сейчас. Это очень крупное происшествие. В нем задействовано очень большое количество людей. Работают несколько агентств, поэтому информация может измениться по мере того, как мы будем получать больше разведанных, и по мере того, как наши экипажи будут работать в течение утра. В течение следующих 8-12 часов вы можете ожидать продолжения работы наших воздушных и морских средств на воде и в воздухе. Нам нужно провести оценку ущерба самому кораблю, прежде чем мы сможем подняться на борт этого корабля. И нам нужно продолжить наш подводный поиск, который включает в себя различные типы гидролокатора. У нас есть гидролокатор бокового обзора. У нас есть другие возможности гидролокации здесь. У нас есть подводные беспилотники, с которыми мы работаем. И в течение всей ночи мы также работали с инфракрасной технологией как с воздуха, так и на поверхности воды. Так что я собираюсь подвести итог, сказав, что это по-прежнему поисково-спасательная операция. Это по-прежнему очень динамичная операция, в которой задействовано множество местных, государственных и федеральных ресурсов. С этим я собираюсь передать слово нашему мэру, мэру Брэндону Скотту. Спасибо. Спасибо тебе, шеф. Всем это немыслимая трагедия. Мы должны в первую очередь молиться за всех тех, кто пострадал за эти семьи, молиться за наших первых спасателей и благодарить их. Все они работают вместе, город, штат, местные власти, чтобы убедиться, что мы справляемся с этой трагедией. Это продолжающиеся активные исследования, которые мы проводим прямо сейчас. Мы будем продолжать, как вы слышали от шефа Уоллеса, до тех пор, пока мы должны это делать. Мы будем делать это. Но мы должны думать о семьях и людях, пострадавших от этой трагедии, которых мы должны попытаться найти и спасти. Вот на чем мы должны сосредоточиться прямо сейчас. И мы будем продолжать работать в партнерстве со всеми частями правительства, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы пройти через эту трагедию. И с этим я передам слово исполнительному директору округа. Спасибо мэру Скотту. Я думаю, что мы все проснулись этим утром от невыразимой трагедии, как указал мэр. Мы знаем, что есть семьи и отдельные лица, пострадавшие от этого, независимо от того, что произойдет в оставшейся части пути. Так что я просто хотел бы повторить слова мэра в вознесении молитв за тех, кто пострадал, но также и попросить наших жителей помолиться за наших первых спасателей. Они работают на месте происшествия с самого раннего утра, не только проводя первоначальные поисково-спасательные операции и планируя дополнительные, но и по мере того, как восходит солнце, и работа, которую они выполняют, не может быть недооценена. Я хочу просто поблагодарить их за все, что они делают и будут делать в предстоящие часы и дни. Мы знаем, что впереди у нас долгий путь, не только в области поисково-спасательных работ, но и в том, что последует за этим. Я думаю, что мы должным образом уделяем внимание усилиям по поиску и спасению в настоящее время и прямо здесь, рядом с нашими партнерами в городе, чтобы сказать, что мы полностью поддерживаем их, точно так же, как мы хотим поблагодарить наших государственных партнеров за ресурсы, которые они предложили, а также федеральные... документы, что я сегодня хорошо выгляжу. Я, честно говоря, даже кофе еще не пила, волосы порядок не приводила, поэтому... Погибшие, скорее всего, что есть, ребята. Да, вот кто написал «Северное сияние», если погибшие, я думаю, что... Я уверена, что есть. Но, смотрите, вытащили двух человек, я думала, что это те люди вытащили, которые были в машинах. Оказывается, это люди, которые... С самого корабля, то есть на корабле были люди, эти, ну, из экипажа, они упали в воду, их вытащили. Вот. И, соответственно, те, которые в машинах были и которые проводили работы ремонтные на мосту, их еще не вытащили, про них ничего не слышно, и уже утро пока что не сказали больше, что их вытащили. И вот представьте, если это произошло в час сорок ночи, а уже, допустим, там, семь-восемь утра, и если этих людей не достали живыми, значит, их теперь только вытащат из машин, и погибшие там, скорее всего, что будут. Значит, смотрим пока что репорт, я сейчас для вас буду рыть, какие последние новости. Может быть, сообщат, кто капитан, в конце концов. ...партнеров, которые уже обратились к нам. Мэр и я поговорили с губернатором. Мы получили известие от министра транспорта. Так что коллективно мы благодарим всех за их мысли, за их добрые пожелания. Но, опять же, это очень активная ситуация, и мы хотим просто поблагодарить начальника и нашей команды за всю отличную работу, которую они проделывают. И с этим я передам бразды правления обратно начальнику. Спасибо исполнительному директору округа. Мы можем провести несколько вопросов и ответов прямо сейчас. Мы просто пройдемся по кругу и зададим вопросы всем присутствующим. Шеф, не могли бы вы сказать нам, где находится команда корабля? Вы также упомянули, что были спасены два человека. Кто сделал первый звонок в службу 911? И были сообщения о том, что в тот момент на палубе корабля работала команда. Можете ли вы подтвердить что-нибудь из этого? Последняя информация, которой мы располагаем о команде корабля, состоит в том, что они все еще находятся на борту корабля. Между экипажем корабля и береговой охраной велась связь. Так что в рамках общей операции мы общаемся с кораблем через береговую охрану. И извините, а другие ваши вопросы? Были похищены два человека. Кто сделал первый звонок в службу 911? Я пока не знаю, кто сделал этот звонок. Были ли на палубе корабля или на палубе моста в этот момент другие рабочие, о которых мы слышали эту информацию? Вы можете это подтвердить? Нам говорили, что на мосту были рабочие. Нам еще предстоит это подтвердить. Мы будем работать с МТА, чтобы получить эту информацию. Сколько машин было на этом корабле? Последний вопрос. Было ли на палубе моста в момент обрушения? У меня нет точной цифры. Я могу сказать вам, что наш гидролокатор обнаружил присутствие транспортных средств, погруженных в воду. У меня пока нет информации об этом. Вы упомянули более 10 человек, которых вы ищете. Мы слышали сообщения о большом количестве людей. У нас есть более четкая картина того, сколько людей, сколько людей может нуждаться в спасении. И у нас есть хорошее представление о том, сколько транспортных средств, хотя... Да, я начну с последнего. Так что я пока не знаю, сколько транспортных средств. Я знаю, что мы обнаружили присутствие транспортных средств. Что касается числа от 7 до 20, то это было динамически. Ребятки, я нашла кое-какую информацию. Значит, смотрите. Конспиролог местный с очень большим количеством подписчиков, который занимается именно перевозкой контейнеров. У него канал называется «Что происходит с перевозкой контейнеров». Он сейчас в эфире. Давайте пока досмотрим новости. Я пью кофе. Он говорит о том, что, по его сведению, этот корабль потерял полностью электроэнергию до того, как он врезался в опору. То есть что-то произошло с кораблем, что он потерял полностью контроль. Контроль. То есть что-то случилось с самой лодкой. Вот он говорит это. И я сейчас через несколько минут, как только обновится информация, я это его видео запущу. Будем смотреть, что он говорит. Этот именно известный очень канал, который только именно занимается перевозками, контейнерными перевозками. Я на него подписана, потому что я слежу, что происходит в экономике США, в отличие от Бабичева, который вообще действительно тупица натуральная. Вот. И я давно подписана на его канал. И он сейчас в эфире рассказывает про вот этот вот момент. Так что дайте мне несколько минуточек, я выведу его канал на стрим. Это число в течение всего утра. Просто учитывая тот факт, что мы еще не установили это число. Мы считаем, что по меньшей мере семь человек вовлечены в это. По меньшей мере семь человек на данный момент. Да, мэм. Да, я знаю, что вы сказали, что экипаж был учтен в соответствии с береговой охраной на палубе. Знаем ли мы, входил ли кто-нибудь из членов экипажа в состав по меньшей мере семи человек, которые могли находиться в воде? Мы этого не знаем. Сосредоточьтесь на выживаемости. Так что мы будем руководствоваться нашими дайверскими командами. Мы определим, какова температура воды. Другая проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что эта вода подвержена влиянию. Ребята, дайверские команды это команды подводников. То есть они отправляют подводников, но если люди попали с машиной под воду, их уже живыми не вытащат. Видимо, они хотят хотя бы тела вытащить людей этих. Так что прямо сейчас мы думаем, что прилив возвращается. Это также добавляет нам немного проблем. Мы, конечно же, можем нырять в этих условиях, но мы должны принять во внимание множество факторов. Тот факт, что там может быть травма, они находились в воде в течение длительного периода времени. Но также помните, что мы с... По поводу прилива, ребята, чтобы вы знали, это Атлантический океан. То есть там приливы бывают, это такие серьезные. ...стражаемся с темнотой. Так что вполне возможно, что у нас там может быть кто-то, кого мы еще не видели. И по мере того, как они будут приближаться к полю обломков, вы знаете, они очевидно примут эти решения. Но мы будем полагаться на экспертов, а именно на наших дайв-мастеров, которые находятся здесь, на нашу дайверскую команду. Чтобы сказать нам, когда, по их мнению, мы достигли точки невозврата. Для... Шеф Уоллес, были ли какие-нибудь признаки того, что на корабле что-то пошло не так? Было ли это вызвано таком? Есть ли что-нибудь, что на данный момент, на ранней стадии, указывает на то, что что-то пошло не так? У нас нет этой информации в связи с расследованием. Я бы переадресовал этот вопрос правоохранительным органам. С 140 утра сегодняшнего дня, мое внимание было сосредоточено на этой спасательной операции. До сих пор не было никаких указаний на то, что какая-либо чрезвычайная ситуация была передана с этого корабля заранее? У меня нет информации об этом человеке. Удалось ли вам поговорить с пилотом, американским пилотом на этом мосту? Пилот на судне? Мы не разговаривали с пилотом на судне. Ребята, пилот, это имеется в виду капитан. Каптан, это может быть как капитан корабля, так и капитан самолета. Поэтому он называет каптан и переводит как капитана, как пилота. Это не пилот, это он имеет в виду, что капитаном корабля. Меня тоже этот вопрос интересует. Первым делом я бы вышла на связь с капитаном, правильно? Я бы спросила, что там происходит? Капитан, кто капитан? Уже бы дали фотографии капитана, уже бы его биографию дали. Я пытаюсь это вот как раз и разведать. Кто был этот капитан? Не дадут мне кофе подпись спокойно. Спасательным персоналом со спасательной операцией мы не взаимодействовали. Не могли бы вы рассказать нам об этих жертвах? У меня нет такой информации. Извините. Мне очень жаль. Да, у меня нет ни возраста, ни пола, ни у одного из пациентов, которым было отказано в обслуживании, не так ли? На самом деле они не были ранены. Однако второй пациент был серьезно ранен, и находится ли это в районе травматологического центра? Вы включаете в это число по меньшей мере семь человек? Мы пока не знаем, входят ли они в эту семерку. Пациент получил достаточно серьезные травмы, чтобы мы не смогли опросить этого пациента. Это число семь. Было ли оно получено от людей, ставших свидетелями того, как машины шли ко дну? Откуда взялось это число? Или это просто эхолокационные удары, которые вы получили? Нет, это была первоначальная информация, которую мы получили по прибытии на место происшествия. Это число. И это число снова, как я уже говорил ранее, колебалось, не так ли? Эта семерка была неизменным числом. Сколько агентств сейчас здесь помогает? Десятки. Я имею в виду, что на местном уровне, с точки зрения пожарной охраны, округ Балтимор, округ Говард, находится здесь. Харфорд был здесь. ПГ был здесь. Н. Арундел, город Балтимор и множество новостных агентств находятся здесь в силу того факта, что у них может быть специализированное оборудование, которое нам нужно во время этого. Вы слушали пресс-конференцию с Джеймсом Уэллисом, начальником пожарной охраны города Балтимор, который сказал нам, что на данный момент они вытащили из воды двух человек. Один в хорошем состоянии, второй сейчас находится в близлежащем травматологическом центре. Он получил достаточно серьезные травмы, чтобы его не опросили. По словам начальника пожарной охраны, им также удалось обнаружить автомобили в воде с помощью гидролокатора. К нам присоединился бывший председатель Роберт Самвальд. Роберт, еще раз спасибо, что был с нами. Ты слушал вместе со мной. Что тебе запомнилось? Ребятки, сейчас читаю новости на Яха Ньюс. Они говорят, что береговая охрана уже официально сказала, что этот коллапс моста будет иметь риппл эффект. Риппл эффект это, знаете, домино эффект на все операции порта, потому что этот порт, он находится по той стороне моста, чтобы выйти к океану. И эта работа с всего порта будет полностью коллапс. И займет миллионы долларов груза, даже, нет, извините, миллионы тонн груза, которые стоят миллиарды долларов, они прекратят идти через этот мост. Обычно столько проходит. Вот, и оказывается, была инспекция в 2021 году, и сказали, что мост был в ситуации фейер. Фейер, это, знаете, на троечку, то есть между двойкой и тройкой. И, тем не менее, его, ну, как бы продолжали эксплуатировать, и очень была высокая, ну, степень перевозки. Вот, они говорят, что около 34 тысяч пипл, людей в день в среднем пересекали этот, этот мост. И также этот, этот коллапс этого моста затрагивает 30 публичных маршрутов. То есть там, ну, всякие автобусы и так далее шли через него, около 30 маршрутов затрагивало. В общем, это очень был крупный мост, ребята. И до сих пор я не нахожу ничего по поводу капитана. Тут известно по поводу лодки, что этот контейнер, ну, корабль был 948 футов длиной, и он принадлежал Danish shipping company Mayersk. Mayersk, это очень крупная компания. Danishk, это датская компания. И она шла в Колумба, Шри-Ланка, на Шри-Ланго шла, и сама эта компания, она оперирует из Сиднея, принадлежит сиднейской компании. Вот, значит, что они говорят, ну, вы знаете, интересно, но они реально капитана вот этого, ну, лодки называют пилотом. Вот, local pilot was in charge of the ship. Для меня это новость, и, честно говоря, я думала, каптан, это каптан, он и корабля каптан. Оказывается, что, значит, каптан может быть аэрокрафта какого-то, то есть самолета, но капитан лодки называется почему-то пайлот. Поэтому что-то новое выучила, 25 лет жила в Америке, не знала, что именно у контейнерских кораблей пилотом называется капитан. Значит, этот local pilot was in charge of the ship because they're usually better equipped to maneuver ships in and out of port of Baltimore. Значит, местный был капитан, местный, они их берут потому, что они обычно лучше знают, как маневрировать именно в порту Балтимора. Ну, вот, проманеврировал. Ну, я опять говорю, только что вышел видео канала, на которое подписано, где владелец канала следит за именно контейнерами, и он говорит, что лодка потеряла управление за минуту буквально до крушения. Поэтому сейчас я выведу эту новость на канал, дайте мне секунду еще. В этот момент, как они указали, они действительно находятся на этапе поисково-спасательной операции. И это должно быть сделано в первую очередь, прежде чем какие-либо следователи НСП или береговой охраны будут вовлечены в это дело. Ты знаешь, Роберт, они описали ситуацию как динамичную. Они имеют дело с приливами. Это поисково-спасательная операция. Есть площадь поверхности, которую они ищут, подводная область, которую они ищут, а также полубы самого корабля, это область, где они могут найти людей. Когда вы думаете о масштабах этого события, где оно вписывается в ваш опыт? Ну, я расследовал более 200 несчастных случаев, когда работал в НСП, в том числе был председателем. И это, безусловно, во-первых, это редкое событие. Это очень печальное событие, и я выразил свои мысли и молитвы всем тем, кто пострадал. Ты знаешь, я согласен с начальником полиции в том, что число жертв будет динамичным числом. Оно будет меняться, и, к сожалению, я боюсь, что оно будет увеличиваться. Мы услышали вопрос от кого-то там на пресс-конференции о пилоте, водителе этого судна, которое врезалось в сваю. Они не смогли допросить этого пилота, но, судя по всему, мы не подтвердили этого. Это может быть американец, который был за штурвалом там. Как это вписывается в ваш подход к расследованию? Вы знаете, я вот это в шоке. Я вам говорю. Или там черный был, ну, вот за рулем этого, за штурвалом этого корабля. Либо вообще, может быть, женщина была. Либо это был какой-то иностранец. Ну, видите, новости пишут, да, что это был местный человек. Потому что берут местных, потому что он знает, как маневрировать. Но в то же время, извините, почему не указывается имя? Они уже выяснили, кому принадлежит корабль, куда он шел, к какому порту он прикреплен. Они уже это все выяснили, размер корабля, все что угодно. Но имя капитана не говорят. Мне это непонятно. Потому что, как это может быть, чтобы капитан корабля, да, компания, которая, она бы дала уже все данные на корабля. Да, наверное, пропить можно в какой-то любой базе. В порту, наверное, уже знают, кто капитан. Ну, как это? Это же капитан. Это же не там повар какой-то на судне. Почему нам никто до сих пор не дал нигде? Я вот сейчас уже в Твиттере сижу, смотрю. Думала, может быть, в Твиттере кто-то пишет. Ничего не пишут, понимаете, кто капитан этого корабля. Это какая-то, прямо, секретная информация, или что это такое? Я этого делаю. У нас могут быть местные люди за рулем этого судна, а не международная ситуация. Ну, ты совершенно прав. В Соединенных Штатах и по всему миру они используют местных пилотов для управления навигацией корабля при входе и выходе из портов. Так что на борту будет пилот из Соединенных Штатов, который отдает команды рулевому. Гей или трансгендер, почему не говорите, кто был за рулем? Кто был командир этой лодки? Я говорю, если бы это был белый человек, такая же ситуация во время любых масс-шутингов каких-то, терактов. Если это белый вовлечен, через секунду уже ставят. Особенно, если это белый, даже это будет белый полицейский, он убил черного, через секунду уже сообщат, что и фотографии будут во всех средствах масс-информации. Тут прошло уже, наверное, часа четыре, и до сих пор не нам не сообщают, кто капитан корабля. Только в случаях, если это не белый. Вот обычно вот такая вот мраком, может я ошибаюсь, может быть он белый, но он тогда либо какой-нибудь гей или еще что-то. Это какой-то ужас. Почему не говорят, кто капитан? Мне непонятно. С международного права я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Но что я могу вам сказать, так это то, что да, там был пилот. На борту этого корабля находится пилот из Соединенных Штатов. Вау, это еще больше углубляет тайну здесь, Роберт. Я должен сказать, что в этот утренний час они только что покинули порт. Вы не можете сказать, что человек, который был на этом корабле, не знал водных путей, если это местный житель. Так что мы собираемся взглянуть на это. Это добавляет вопросов, которые у нас возникнут. Была ли это механическая проблема? Была ли это человеческая ошибка? Было ли это что-то другое? Роберт Самвальд, большое вам спасибо за то, что вы рассказали нам то, что вы знаете. В этот ранний час. У нас будет гораздо больше информации об этих последних новостях в программе CBS Mornings, которая выйдет в эфир всего через 19 минут в 7 утра. Это был специальный репортаж CBS News. Я Тони Декапель в Нью-Йорке. История с новостями о том, что два человека были извлечены из воды. Один без каких-либо травм, а другой в тяжелом состоянии. Так, ребятки, я тут же сейчас захожу в Твиттер. И в Твиттере, значит, такие новости, что коллапс этого моста в Балтиморе. И вот как вот реакция американцев. Сейчас это в трендах в Твиттере. И пишут, инфраструктура США полностью в деклайне. Деклайн это падение и в состоянии коллапса. Деньги бесконечно шлются на войны. Финансируются нацистам на Украине. И убийц детей в газе. Вместо того, чтобы переживать за граждан США. Вот факт, что мост был так легко ударен этой лодкой. Показывает нам, что ничего сделано для того, чтобы защитить нашу важнейшую инфраструктуру. Чтобы предотвратить такие вот инциденты. Некомпетенция наших властей, в том числе и капитана корабля. Нам надо узнать, кто капитан. Я думала, что Твиттер скорее раздобудет. Люди там пронырливые, они в Твиттере быстрее раздобудут, кто капитан корабля. И как эти масштабные поисково-спасательные операции продолжаются в этот час. Услышав, как начальник пожарной охраны округа Балтимор упомянул, что один человек, которому отказали в медицинской помощи. В какой-либо медицинской помощи вообще после того, как он находился на мосту во время обрушения. Просто невероятно слышать о другом человеке, которого вытащили из воды, очевидно, в критическом состоянии прямо сейчас, как они упоминали ранее. Мы продолжим следить за этой историей. Это произошло примерно в 1 час 30 минут этим утром. Грузовое судно врезалось в опорную балку ключевого моста прямо за пределами Балтимора. Опять же, в четверти мили от порта Балтимора, а затем привело к обрушению этого массивного моста этим утром. Так что мы будем продолжать следить за этими экстренными новостями для вас по мере того, как мы будем показывать вам больше фотографий с места происшествия. По мере продолжения поисково-спасательных работ. Мы будем информировать вас о последних новостях из Балтимора, как только они появятся. Так, ребятки, сейчас мы переходим в другое место. А, вот они говорят, что этот корабль потерял электричество. Смотрим. Секунду, секунду. Перевести сначала. Значит, этот парень, он владелец канала. Американского канала, который посвящен только грузоперевозкам. Я на него подписана. Ну, вот уже сейчас подкаст уже идет, у PBD подкаст на эту же тему. То есть, сейчас все об этом рассуждают. Очень интересный подкаст. Будем его тоже смотреть сразу после вот этого. PBD – это один из самых важнейших подкастеров США. У него более 5 миллионов подписчиков. Очень интересно послушать, что они там скажут. Мы сейчас перейдем после вот этого вот видео на него. Оставайтесь на канале, будут очень интересные... Так, переводим, секунду. Будут очень интересные подкасты с мнением разных... Разных, как бы, со стороны демократов и республиканцев, что случилось. Шороха навело, тут просто нереально. Слушаем. Сегодня утром здесь был Салама Коглана. Итак, у нас в порту Балтимора произошел инцидент с участием теплохода Долли, отправляющегося из Балтимора. Я только начинаю обрабатывать информацию и знакомиться с ней. Но я хочу прояснить кое-что, что, как я вижу, необходимо сделать. Это видео, поступившее из порта Балтимора. Я собираюсь начать прямую трансляцию или повторить ее. Эта Долли выходит на сцену. Обрати внимание, что на корабле только что потемнело. Я собираюсь вернуться сюда во второй раз. Возвращайся сюда во второй раз. Ребята, Долли — это название корабля, это контейнеровоза. Примерно на 10 секунд назад. Таким образом, судно должно было отойти от причала в Дандоке вот здесь. И если ты воспроизведешь это видео, то увидишь, что судно выходит из порта. Поворачивает по Ла-Маншу и направляется ка. Он выходит из Дандока прямо здесь. Выходит из канала, разворачивается и выходит на поверхность. А теперь давайте внесем ясность. Это, очевидно, выход из канала. Именно здесь она хочет выйти. Давай, сыграй еще раз. Вот она выходит на сцену. Ты увидишь огни вдоль ее борта. Ты увидишь огни прямо здесь. Этот красный огонек сзади — это не она. Но она внезапно становится темной. Так что теперь на корабле темно. У тебя нет никакой возможности управлять этим судном. На корабле, по сути... Вы поняли? Значит, смотрим еще раз. Значит, смотрим момент выгода лодки. И когда свет на ней прекратился. Когда электричество пропало. ...информацию и знакомиться с ней. Но я хочу прояснить кое-что, что, как я вижу, необходимо сделать. Это видео... Тут видно четко, да, что фонари вдоль борта горят. То есть реально лодка была освещена в тот момент. Из порта Балтимора. Я собираюсь начать прямую трансляцию или повторить ее. Эта доля выходит на сцену. Вы знаете что? Я, может быть, как говорится, слишком early to jump into conclusions. Но я думаю, что это был саботаж. И не то, что там, как бы, знаете, теракт. А теракт это может быть как экономический саботаж. То есть если кто-то на корабле... И смотрите, до сих пор неизвестно, кто капитан. Если кто-то на корабле специально в какой-то момент отключил электричество, то когда она должна была ударить в опору, значит, это было преднамеренно сделано, чтобы эту инфраструктуру разрушить. Перед выборами сейчас в США буги такие всякие разные, какие угодно вещи можно ожидать весь этот год. И те, кто живет в США, я вас предупреждаю. Вы свои доллары берегите. Я бы вытащила ваши доллары из банка, потому что вот это все экономически, с учетом того, что кучу денег сейчас отправляют Украине и Израилю, такой экономический коллапс будет в США, что мало не покажется никому. Мания, что на корабле только что потемнело. Я собираюсь вернуться сюда во второй раз. Возвращайся сюда во второй раз. Я перенесу тебя примерно на 10 секунд назад. Таким образом судно должно было отойти от причала в Дандоке вот здесь. И если ты воспроизведешь это видео, то увидишь, что судно выходит из порта. Поворачивает по Ла-Маншу и направляется к... Он выходит из Дандока прямо здесь. Выходит из канала, разворачивается и выходит на поверхность. А теперь давайте внесем я. Ребята, то что он говорит Дандок, я думаю, что это он имеет в виду Док, это где в Доках стоят корабли, это наверное порт сам, в котором... Не порт, а вот Док это как бы пристань, от причал, причал, в котором он был припаркован. То есть переводчик переводит не совсем правильно, не Дандок, а скорее всего, что он от причала отходил. Вот так вот. Очевидно, выход из канала. Именно здесь она хочет выйти. Давай сыграй еще раз. Вот она выходит на сцену. Ты увидишь огни вдоль ее борта. Ты увидишь огни прямо здесь. Этот красный огонек сзади, это не она, но она внезапно становится темной. Так что теперь на корабле темно. У тебя нет никакой возможности управлять этим судном. На корабле, по сути, отключилась электростанция. Так что, когда я впервые услышал об этом происшествии, возникло много вопросов о том, было ли это механическим или человеческим. Очевидно, что это механическая проблема, поскольку они потеряли мощность. Мы не уверены, почему она потеряла мощность. Так вот, она здесь. Она, по сути, плывет по течению без какого-либо контроля. А теперь, если она потеряла мощность, значит ли это, что она потеряла руль? Неужели у нее пропала тяга? И судно находилось в проливе на исходящем участке. Оно выходило из пролива, и вы видите, что оно все еще как бы медленно движется здесь, в глубине пролива. Движение на мосту продолжается, и корабль просто медленно продвигается по каналу. Так что в это время корабль все еще движется, а потом мы видим, что электричество снова включается. Итак, ты видишь, как снова загорается свет. Значит, в данный момент он может... Ребята, смотрите, допустим так, допустим, что это был, допустим, не саботаж, а электричество просто само включалось и выключалось. О чем это говорит? О том, что, значит, корабль был в неисправном состоянии. Опоры моста тоже были не подсвечены, ничего этого не было сделано. Корабли, значит, что-то там не работало, то включается, то не выключается. Значит, они выпустили неисправный корабль из дока. Вот, и либо это сделано специально, то есть тут два варианта. Либо это разгильдяйство, что говорит о том, что в США уже не следят ни за кораблями, ни за их работоспособностью, ни за их качеством, если они выпускают корабли из дока, которые через момент от выхода у него электричество глохнет и двигатель глохнет. Вот, либо это саботаж, и кто-то специально это сделал, чтобы ударить именно эту опору. То есть, как бы, как говорит наш Киселев, да? Совпадение? Не думаю. Смотрим дальше. Может снова включить питание. Извини, но здесь происходит буферизация. Значит, теперь у тебя снова включается электричество. У нее снова должна быть тяга. Она должна набирать вес. Теперь, когда ты теряешь мощность на корабле, это самое ужасное чувство в мире. Все вокруг затихает, погружается во тьму. Теперь ты начинаешь видеть черный дым, выходящий из трубы левого борта. Значит, в это время... Ребята, мощность, это переводит переводчик, этот искусственный интеллект неправильно. Пауэр, это у них имеется в виду. Пауэр как мощность, пауэр как электрическое электричество. В этом случае имеется в виду, что когда корабль потерял электричество. Она изрыгает черный дым. Ты можешь видеть, как он выходит прямо здесь. Так что это очевидно указывает на проблему с двигателем. А что они сейчас делают? Возможно, в данный момент они отступают, пытаясь остановить свое продвижение вперед. Проблема при движении задним ходом на корабле заключается в том, что у него один винт. И когда вы попытаетесь дать задний... А не я ли говорила, вот буквально 10 минут назад, не я ли говорила, что мне кажется, что он сдавал задом? А вы меня еще бы сменяли. И мне тоже показалось, на вот этой вот камере, да, которая была... С камеры запись была сделана, мне тоже показалось, что он задом сдавал. Корабль начнет крениться. Сейчас начнется какая-то суматоха. И вот что здесь происходит, судя по линии трассы, которую я видел в морском движении. Корабль начинает пересекать Ла-Манш. Обратите внимание, что по мосту в это время едут автомобили. Видите, фары горящие. Вот смотрите, вот секунду, тут видно прекрасно, как... Как по мосту машины едут. Посмотрите на мост на самом деле. Видите, вот автобусы едут. Проблема при движении задним ходом на корабле заключается в том, что у него один винт. Вот дальнобойный... Дальнобойный, дальнобойный, Алекс Брежнев, наверное, едет, дальнобойный этот самый, дальнобойный. Смотрите, вот так, грузовозчик. Сейчас начнется какая-то суматоха. И вот что здесь происходит, судя по линии трассы, которую я видел в морском движении. Корабль начинает пересекать Ла-Манш. Он был практически посередине канала, выходил из него, прямо посередине, а теперь... Ребят, не знаю, что за Ла-Манш он переводит, там никакого Ла-Манша нету. Может, тоже называется так канал, надо уточнить, но что-то я не знаю. А что, за Ла-Манш перевод какой-то странный? ...правую сторону. Обрати внимание, что из него выходит еще больше черного дыма. Сегодня утром я видел изображение с вертолета, на котором было видно, что якорь с левого борта был сброшен. Так что все, что тебе нужно сделать, это попытаться остановить движение судна вперед. Проблема всего этого сценария заключается в следующем. Если ты начнешь давать задний ход, судно начнет закручиваться. Так, Бабичев опять вылез. Корабль неамериканский. Корабль принадлежал компании Мейерс, я уже сказала, ты где был? Это датская компания. Это не важно. В порту должны обследовать. То есть, я не говорю, что это корабль. Во-первых, они сказали, что капитан был местный. Это уже объявлено во всех местах, что капитан местный, который должен пройти через этот, под этим мостом Бабичев. Во-вторых, они сказали, что если корабль стоит в порту, он должен быть досматриваться. То есть, местный корабль, американский или неамериканский, должны в порту досматривать и должны убедиться, что корабль выходит в нормальном состоянии. Мост, я уже говорила, что мост был инспектирован в 21-м году, и он был фейер кондиции. То есть, он между двойкой и тройкой. У него кондиция моста была. Инспекторы сказали в 2021 году, что состояние моста между двойкой и тройкой. Опоры не подсвечивались, ничего не подсвечивалось. То есть, мост вообще был построен в 77-м году. Представьте, какой старый это уже мост. Его строили 5 лет. Честно говоря, сама конструкция моста еще возникает, вопросы вызывает. Но Бабичев не может прям везде. Кругом надо зайти и высказаться. Если бы ты просто продолжал движение, остановил винт и использовал руль, у тебя был бы некоторый контроль. Но сейчас судно начинает отклоняться от фарватера. И вот что мы видим. Судно начинает пересекать Ла-Манш с северной стороны на южную, а затем, в конце концов, полностью выходит из фарватера. При той скорости, с которой оно движется, оно не в состоянии остановить... Адуванчик, Бабичев не может включить стрим. Бабичев работает прорабом. Он сейчас в машине едет на свою стройку, где он там прорабит. Поэтому ему надо работать, деньги зарабатывать. Он едет на машине на работу. Он обычно с машины, вот это по утрам, кушает, не скисняется культура. Бабичев, я сижу, стримлю с утра, уже у нас 5 часов вечера я не ела еще ни кусочка. Поэтому извините, 5 часов вечера я не съела еще ничего, мне есть надо. Так что, или я умру с голоду, либо я буду стримить. А он не сможет включить стрим, потому что он едет на свою работу прорабом на данный момент на стройку. Вперед. Кстати, Бабичев, ты на своих стримах тоже... Да сейчас заслушаем. Ты на своих стримах, Бабичев, тоже постоянно пьешь то чай, то со льдом там что-то пьешь, не подавишься никогда. Вот видишь, черный дым все еще выходит из корабля в это время. Корабль сейчас полностью выходит из пролива. На нем не было бы буксиров. У него были бы буксиры, которые отвели бы его от причала в Дандоке, но не тогда, когда он был на ходу и имел двигатель. Это судно под флагом Сингапура, зарегистрированная в Сингапуре компания. Долли одно из тех судов, которые в основном арендуются крупными операционными компаниями, так что мы точно не уверены, чье именно. По какому маршруту она ехала, какую компанию обслуживала. Она направлялась из Балтимора в Коломбо, так что она направлялась к Панамскому каналу и собиралась пересечь Тихий океан. В данный момент она направляется прямо к опорам. И пойми, как только ты разобьешь опору на мосту, все будет кончено. Эти мосты спроектированы так, чтобы опираться на верхнюю часть этой опоры. Она собирается ударить по ней сбоку. Это будет самая страшная авария на мосту в Соединенных Штатах со времен трагедии в Тампе в 1980-х годах. И даже если ты бросишь якоря, а мы знаем, что это произойдет, то она бросит якорь в порту. Если посмотреть на изображение с вертолета, то видно, что левый якорь был не просто брошен. Он был повернут под углом к корме, то есть его тянуло за собой. Но при любой скорости это не остановит судно. Оно бы все равно упало. Я не уверен, что она уронила звезду, но судя по анкору, она попала именно туда. Ты можешь видеть большой всплеск, когда она ударилась о сваю прямо здесь. Вокруг сваи есть ограждения, но их недостаточно. И это приведет к обрушению и просто к ужасу происходящего здесь события. Именно в этом и заключается трагедия. Ребятки, вот я сейчас читаю новости в телеграмме американские. Как я и говорила, смотрите. Диверсити хайрин Балтимор, Мэриленд, джаст коллапс, брич, и килл everyone on it. Он говорит, что диверсити, это вот это вот разнообразие, да, должны обязательно там геев, черных принимать, лесбиянок. Вот они говорят, поэтому и не говорят, кто капитан был. Вот они говорят, очередной диверсити хайр, то есть это значит очередной сотрудник, который вот это диверсити, то ли гей, то ли непонятно кто. Он только что разрушил мост Балтимори и убил всех, кто был на нем. Так что американцы думают просто то же самое, что я вам сказала. Это уже американские каналы пишут вот такое. И опять-таки еще до сих пор нам не сообщают, кто капитан был. Вот моя краткая оценка, основанная на этом видео. Очевидно, что потеря мощности привела к тому, что корабль потерял управление и врезался в мостик. Ты мало что можешь сделать. Корабль должен был находиться под командованием капитана. На борту должен был находиться лоцман из Часапикского залива, который мог бы консультировать капитана. Вспомни, какая проблема возникла у нас с Эверфорвард, когда он вышел из Балтимора и находился дальше по трассе, чем сейчас. Мы отвлекли внимание пилота. Я не думаю, что в данном случае дело обстоит именно так. Очевидно, что это механическая проблема. Тот факт, что корабль потерял мощность по крайней мере один раз, если не дважды, было довольно трудно заметить. Электричество он имеет в виду, пауэр, электричество в этом случае. Но возможно, там он потерял мощность дважды, был бы самым важным. Это приведет к тому, что корабль накренится и врежется в мостик. Позже, по мере поступления новых сведений, у меня будут дополнительные новости. Так, сейчас мы будем смотреть с вами ребят... Субтитры создавал DimaTorzok